Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Соня, мне 22, у меня есть парень Кирилл, мы встречаемся почти 3 года. У нас не бросили отношения, ссоры, скандалы, вечные непонимания, многое другое. Даже расставались постоянно, но в один момент мы крупно поругались. Мы говорили друг другу всего и расстались. Потом я начала искать других для общения. С одним переспала, по случайности не подумал, что так быстро произошло и закончилась с любовником. Потом сошла с Кириллом, я ему рассказала о любовнике, который был, но про измену не сказала. Со злостью намекнула ему, что спросил, что я сделала. Он спросил. Я говорю, пошутил, он такой, ну ладно. Но мне кажется, он догадывается об измене, да и я постаралась с шуткой, типа сказал, что было, но честно сказать, мне стыдно. Я сожалею, люблю его, боюсь потерять и на уши об измене, так как знаю, что тоже, как и я, плохо относится к измене. Я вообще никогда не изменяла, а тут случайно вышла. Из обиды сделала, хотела быть нужной кому-то и т.д. Не знаю, что делать в этой ситуации. Как быть дальше? Потерять боющество, свою вину и раскаиваюсь и обманывать не хочу. Я думаю, что очень плохая идея быть в отношениях, потому что вы хотите быть нужным. Я думаю, что очень плохая идея реализовывать некие свои потребности через человека, потому что ваши ссоры, скандалы теперь приобретают в общем и целом вполне себе такой закономерный характер, который заключается в том, что вы чего-то хотите, ну, а именно вы хотите быть нужным. Судя по всему, вас и, ну, волнует. Судя по всему, вас это и беспокоит. Вот, поэтому я бы как-то в этом направлении больше бы думал, чтобы решить проблему собственной важности и страха потерять человека. Вот. Такая вот, такая вот история. Поэтому я думаю, что ваше чувство вины проистекает именно из этого, из того, что вы боитесь, собственно, перестать быть нужным. И на мой взгляд, на мой взгляд, вам с этим нужно работать. Вот. Если вы поработаете с этим, вот, то, я думаю, что ситуация исправится. Вот. То есть вы, ну, перестанете чувствовать вину, потому что вы будете понимать, чего вы хотите, вот, принимать это. И принимать себя и принимать другого человека. Вот как-то, как-то так. Такая вот история. Я думаю, что в целом, в целом, вам можно ответить примерно таким образом. Поэтому, на психотерапию, чтобы работать со страхами, с самооценкой, уверенностью в себе. Ну, и самое главное, то, что вы не замечаете, вот, свои, как бы, желания, да, свои чувства, не замечаете. Потому что эта вот история про то, что вы начали искать других, это же про то, вот, что заменить, да, заменить одного человека другим. Вот. Ну, отсюда и чувство вины. То есть чувство вины здесь происходит из того, что из-за этого я могу тебя потерять и не буду никому нужным. Вот. А нужное, скорее всего, вы быть боитесь. То есть боитесь на самом деле быть нужным. Отсюда ссоры, скандалы и так далее. То есть, как-то вот не любите вы себя очень ссорно. Такие дела. По ссорам и скандалам, вот, я мог бы вам порекомендовать почитать психологическую игру в интернете, которая так и называется скандал. Вот. Изучите, а потом на психотерапию обращайтесь. Всего самого доброго. Удачи!